Здравствуйте, я подошла подать заявление на накопительную часть пенсии. Пенсионерка Марина Шиманска участница программы софинансирования пенсий. Начиная с 2010-го она ежегодно вносила на свой счет по 2000 рублей. Столько же в рамках софинансирования добавляла государство. С 1 июля этого года, когда начало действовать положение о накопительных выплатах, Марина Геннадьевна решила часть своих взносов обналичить. По моему личному заявлению работодатель отчислял из заработной платы сумму. И вот у меня накопились там какие-то средства, и я хочу их тоже получить. Я хотела бы прибавку пенсии получить единоразовую, чтобы сразу ее выплатили. Процедура выглядит так. Нужно написать заявление в пенсионный фонд, что и сделала Марина Шиманская, и предъявить его вместе с паспортом. Сотрудник фонда проверит, соблюдены ли два обязательных условия. Гражданин, подавший заявление, должен иметь право на трудовую пенсию и располагать с пенсионными накоплениями. Сумма в каждом случае индивидуальна и зависит от того, как долго и в каком объеме гражданин участвовал в программе софинансирования. Важно, сколько у него взносов отражено на лицевом счете, то есть работал ли он на легальной работе, или работал там, где вообще не начисляются, не сдаются сведения. Такие у нас тоже есть люди. Есть люди, которые я уже упоминала, которые добровольные взносы платили, а кто-то их не платил. Эта программа действует с 2009 года. Поэтому у каждого, естественно, строго индивидуально, но в принципе суммы совершенно разные. Они могут быть вообще вплоть до того, что от нескольких рублей или десятков рублей, до нескольких тысяч рублей, даже десятков тысяч. У всех по-разному. Если накопление составляет 5-6 тысяч рублей, можно получить деньги на руки единовременно. Если эта сумма больше, накопление выплачивается в виде ежемесячной добавки к пенсии в течение 10 лет. Выплаты начинают производиться спустя 2 месяца со дня вынесения решения об ее установлении. Туяна Немаева, Николай Крупченко. Новости сейчас.